Дворец Творчества Дворца Творчества Детей и Молодежи восточного округа города Москвы. Расскажем о самых больших коллективах дворца. Знакомьтесь, разновозрастный отряд «Надежда». Свою историю отряд ведет с 1960 года. Тогда это был пионерский штаб Куйбышевского района города Москвы. Сегодня отряд – это 100 мальчишек и девчонок, объединенных общим девизом «нести добро и радость людям». Ремонт детских площадок, концерты в больницах, воинских частях и домах престарелых. Почетный караул на братских могилах Преображенского кладбища – это лишь малая толика дел отряда. Образцовый детский коллектив – ансамбль художественной гимнастики «Арабески». За свою почти десятилетнюю историю ансамбль не раз становился лауреатом и дипломантом различных городских и международных конкурсов. В 2004 и 2005 году ансамбль стал обладателем Гран-при фестиваля «Юные таланты Москвы». Образцовый детский коллектив – оркестр русских народных инструментов «Росинка». Ни один праздник дворца и района не обходится без участия в нем оркестрантов. Сегодня в репертуаре ребят более 20 произведений. Каждый воспитанник отдела музыкального развития мечтает попасть в состав оркестра. Ребята и педагоги из-за студии «Синтез» – начинатели многих необычных направлений творчества в нашем дворце. Именно от них мы узнали, как из коробки от торта и упаковки от букета сделать замысловатую шляпу. А если серьезно, то сегодня многие выпускники студии, выбирая для себя профессию художника и дизайнера, продолжают свое обучение в ведущих художественных вузах Москвы. Водно-туристский клуб «Азимут» объединяет более 70 ребят-любителей водных путешествий. Серьезная плавательная и краеведческая подготовка позволяет ребятам из «Азимута» становиться победителями московских и российских первенств по водному туризму среди школьников. Сегодня ребята из клуба – одни из главных организаторов фестиваля туризма, проводящегося в нашем дворце. Мастерская современного танца – сравнительно молодой коллектив нашего дворца. Но это не помешало ребятам в этом году стать абсолютными лидерами по числу премьер. Новые необычные и яркие танцевальные номера показали ребята на разных сценах нашего города. Особенно важной премьерой для мастерской стал спектакль «Гимназия для девочек». Клуб самодеятельной песни «Надежда» известен далеко за пределами Москвы. Ребята из КСП – непременные участники крупнейших российских детско-юношеских фестивалей авторской песни. Международный фестиваль авторской песни имени Грушина тоже не обходится без их участия. Последним, наиболее значимым событием для ребят стало выступление на концерте в честь юбилея движения авторской песни на сцене Государственного Кремлевского дворца. Учебный год во дворце творчества начинается с дня города, праздника первоклашек и дня открытых дверей. В конце сентября представители всех коллективов дворца собираются на сбор поход для того, чтобы поближе познакомиться с ребятами, пришедшими на занятия во дворец впервые. А в декабре мы начинаем подготовку к новогодним сказкам для малышей дворца и ребят из школ округа. Более 200 воспитанников дворца участвуют в сказочном представлении и игровой программе. Учебный год идет своим чередом. Он всегда наполнен новыми встречами и интересными событиями. Мы любим принимать гостей и с удовольствием распахиваем двери для встречи с ними. Есть еще одна хорошая традиция во дворце – завершать учебный год общим праздником, который мы называем «Весна надежды». На финальном празднике звучат особые слова благодарности в адрес тех ребят, кто составлял в этом году славу и гордость дворца. Кто стал лауреатами и призерами различных конкурсов, соревнований и фестивалей. И кто активно и творчески проявил себя в жизни дворца. Помогал младшим освоиться в новой обстановке, приходил на помощь в трудную минуту. Таким ребятам в нашем дворце вручается премия «Искорка» Совета дворца и Фонда развития. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы не прощаемся с вами. Мы говорим вам до свидания. До новых встреч во дворце творчества. Камера-экспресс, экспресс-камера, камера-экспресс-экспресс. В эфире камера-экспресс. Клавдия Петровна, какое у вас настроение, что вы ожидаете от сегодняшнего дня? Я ожидаю сегодня встретить прекрасных людей, наших детей, которых мы любим очень, очень. И, конечно, от этого у меня очень веселое и бодрое настроение. Мы находимся сейчас в спортивном зале. Вы чувствуете, что здесь идут занятия прославленного коллектива художественной гимнастики. Юная спортсменка на матах. Вот так вот идут занятия каждый день. Скажите, пожалуйста, о перспективах нашего бассейна. Я должен его запустить. А, ну и когда это будет, скажите, пожалуйста. Если ему 14 лет строят, конечно, запустим. Мы не стали ждать и засняли юных спортсменов в нашем олимпийском бассейне. Прекрасное, прекрасное исполнение упражнений. Мы берем интервью одного из зачинателей нашего нового дворца, Тамары Владимировны. Тамара Владимировна, скажите, пожалуйста, с каким настроением мы пришли сегодня во дворе? Прекрасно. И что вы ожидаете от сегодняшнего дня? Подготовить завтрашнюю педагогическую гостиную. А что будет завтра на педагогической гостиную? Думаю, что будет очень интересно. Представим себе, что мы на берегу самого глубокого озера в мире, озера Байкал. На нем проходит тренировку заведующая отделом туризма и криведня Татьяна Киншина. Несколько вопросов Татьяне. Сколько ребят вы охватите своими путешествиями? Человек 200. Человек 200. Назовите, пожалуйста, лучших своих педагогов. Сафрон Оворощино-Жедловский. Мы находимся в студии раннего развития «Гармония», в котором это развитие прошла заведующая этим отделом Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, основное кредо вашей «Гармонии»? Всегда. Экспресс-камера, камера экспресс.